Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня 25 сентября, мы находимся в Юнисабадском районе, квартал 13, между домами 40, 41, 38, возле Махалинского комитета Ахилабад. Мы сегодня собрались, здесь жители, в 16-м номере намечали общее собрание жителей и ждали представителей Хакимята. В данный момент здесь ситуация проезжей части, близ расположенным многоэтажным домам, на территории 13 соток, со стороны Министерства чрезвычайной ситуации, на основании решения Хакима города Ташкента от 19-го года, 15 октября 2019 года, за номером 16-40, планируется строиться многоэтажный жилой комплекс для сотрудников МЧС на основании обеспечения военнослужащих жилыми помещениями. В данный момент жители об этом узнали недавно. Здесь проезжая часть, территория маленькая, здесь есть неудобства для жителей, в дальнейшем нагрузка для коммуникации, для проезжей части. И здесь расположены многолетние деревья, растения, зеленая зона, которые в дальнейшем будут уничтожены. Поэтому сейчас мы хотим выслушать жителей, что здесь как происходило и выслушать их требования и пожелания. Пожалуйста. Добрый день всем. Меня зовут Наталья Николаевна. Живу я на этом квартале, уже 50 лет будет в этом году. И считаю этот район и вообще наш массив, это практически моя малая родина, так же, как и у всех жителей. Поэтому я была, в общем-то, сильно удивлена, хотя сейчас удивляться нечему, но в шоке, грубо говоря, когда мы увидели вдруг появившийся забор на месте стоянки в непосредственной близости жилого дома 41. Во-первых, это создается аварийная ситуация для жителей, для пешеходов, для водителей. Во-вторых, все эти новые постройки, которые здесь возведены реально на малом количестве земли, они будут влиять на наше просто жизнеобеспечение. Это нарушение коммуникаций, это нагрузка идет на воду, на свет, на газ, на все что угодно, на канализацию. В этом году мы уже и так все сидели практически без света все лето. Люди жалуются, что кондиционеры отключаются, они не тянут, не работают. И сейчас, получается, мы еще можем здесь вдруг получить новые здания, причем незаконно. Никаких документов они не предоставили, никакой документации официальной нет. Это все только так, рисовки. Гараж поставили, отдел продаж поставили, баннер поставили и принесли людям какие-то плакаты, как будто люди, ну, совсем идиоты, что они, конечно, ничего не поймут. Вот есть бумажки, вот мы строимся. Так не пойдет. Можно я задам пару вопросов? Вот решение Хакима о выделении земельного участка утверждено в 19-м году, 15 октября. Вот вы когда узнали об этой строительстве? Мне сказали, что ранее здесь уже огородили, значит, сейчас убрали вот это ограждение. Вот сейчас вот когда жители вообще донесли это? Или вы только визуально это увидели на себя? Нет, только визуально. То есть буквально лично я три дня назад, некоторые люди узнали, кто ближе совсем живет, они узнали якобы месяц назад. И я узнала непосредственно, когда появился забор. Непосредственно. И потом, если можно, я скажу, что вынесение таких решений, необдуманных нашими главами государства, я считаю, это вообще очень как-то чревато. Это неправильно. Люди должны знать, о чем они говорят, кому они разрешают, чего они разрешают. Они должны учитывать наше мнение в первую очередь, мнение налогоплательщиков. В конце концов, мы содержим государство. Все, кто работают, все содержат наше государство. Оно не существует просто так от воздуха. Вот вы сейчас относитесь к Махалинскому комитету, своды граждан Ахиллабад. Да. В данный момент со стороны Махалинского комитета какие-то работы, разъяснительные, какие-то общие собрания, какие-то... Вам информацию какую-то довели об этом строительстве со стороны Махалинского комитета? Во-первых, со стороны Махалинского комитета не было ничего доведено. Вернее, во-первых, то, что у нас новый председатель Махали уже год, мы узнали буквально, я лично, ну, несколько месяцев назад. Старый Аксакал у нас, оказывается, ушел из жизни. У нас появился новый Аксакал, это секретарь бывший. Об этом я узнала совершенно недавно. И с ее стороны вообще никаких намеков не было, что там что-то будет строиться. Она же вообще не ставит в курс никого из жителей. Что будет, кто будет. Они решили, и на этом все закончилось. Ну, я хотела сказать, вот по какой теме. Снесли автостоянку частные гаражи с этой стороны, и вот на месте, которое ставят сейчас здание. Сказали, что уберут. Вот здесь была частная автостоянка, платная автостоянка. Этого ничего не будет. Здесь построят вот эти четыре многоэтажки. Люди, это как должны вообще до домов добираться? Вы посмотрите, сколько машин. Здесь школа, детские сады, там школа. У нас, если зайти на квартал, у нас негде даже пройти. Все заставлено машинами, которые убрали вот гаражи. Вот я понял, это основная дорога для жителей, которая идет. И по этой улице строительство и слева, и справа, близко к дороге. Дорога даже узкая, 3-4 метра. Это невозможно. Это, как говорится, конфликтные ситуации делает между людьми, что у нас уже люди ставят свои машины в подъезде. Потому что нету парковочных мест. Нету парковочных мест. В данный момент жителям какие правовые документы были предоставлены? На каком основании? Разрешительный документ на строительство? Вы можете коротко об этом рассказать? Да, здравствуйте. Значит, буквально два дня тому назад здесь были представители заказчика в лице министерства по чрезвычайным ситуациям. И были представители строительной организации. Не были, к сожалению, представители Хакемета или проектного института. Единственный документ, который нам был предоставлен, это решение Хакема города Ташкента за номером 1460 от 15 октября 2019 года. Как мы понимаем, после вынесения решения, данное решение должно быть исполнено в течение двух лет. Решение вынесли, значит, октября 2019 года, но они по каким-то причинам не начинали строительно-монтажную работу. Относительно других документаций у них не было утвержденного проекта по инженерным коммуникациям, а именно, значит, по снабжению водоснабжения, газ, электроэнерго и все прочее. У них не было, значит, утвержденного, подтвержденного документации, значит, разрешительной документации от госгеологии по защите природы на вырубке или пересадке деревьев, значит, другие, значит, проектно-смертные документации или разрешительные документации у них не были подтверждены, то есть не стояли печати. Как мы все понимаем, то, что строительная монтажная работа, она требует, значит, решения, разрешения, утверждения нескольких инстанций, это занимает определенное время, значит, у них не были эти все документы, значит, в порядке. Значит, они, значит, трактовали свое решение, так как строительство девятиэтажки, она подразумевает определенное расстояние от существующих зданий, значит, объектов, значит, они хотят построить именно девятиэтажку на дороге, которая будет прикрывать другие близкие дороги и будет иметь свои негативные, значит, последствия во время строительных работ к домам, которые были построены еще в 1970-х годах. Уважаемые узбекистанцы, уважаемый наш президент, ну вот жители нашей Махали Ахилаба 13-го квартала Мусабада обращаемся к вам, как к руководству, ну, к руководству нашей страны, к руководителю, ну, ну, как говорится, тот, который решает все проблемы. Проблема нашей Махали стала остро. Почему? Потому что у нас здесь Хаким города и Хаким района сейчас творят беспредел. То есть на небольшом участке земли, где-то в 5 гектаров, строится 5 объектов строительных, которые полностью нарушили все, как говорится, нормы строительные, экологические, общественные и все прочие, которые только существуют в нашем обществе, в нашем государстве. Любая бизнес хороша. И вот это к этому привело, что у нас здесь наступает уже, наступает социальное напряжение. То есть люди, которые живут здесь, начинают уже ощущать на себе пресс вот этих проблем, которые начинают давить на них. Это водоснабжение, это газоснабжение, это канализация, это мусор. Все-все-все повалилось так, в такую, как говорится, большую яму, что теперь никто не может разобраться, а как из нее выбраться. И у нас, общее мнение, я думаю, я выражу все-таки, в конце до концов, надо здесь разобраться и принять общественное, ну, определенное четкое решение в том, что вот эти вот строительные объекты должны еще раз полностью проверены, незаконно строительство должно быть остановлено или перенесено на другие земельные участки, как вы сказали 9 сентября, за территорию Ташкента, за черту города Ташкента, и чтобы там они продолжались. Мы не против строительства. Заново идет нарушение вашего предвыборного послания, которое вы обратили с 9 сентября 2021 года ко всему народу Узбекистана. Ваши вакалаты, которые находятся на местах, они его переворачивают наоборот и выставляют вас в очень негативном свете. Никому это не хотят. Народ видит, народ за вас. Но ваши слуги делают то, что, извините, пожалуйста, в уме не укладывается. Идет полный бардак и полное, как говорится, болото, которое купи-продай. Стоянку Хук снесли, никто не понес ответственности. Это частная собственность была. 92 гаражей снесли, 76 собственников потеряли свое имущество. Никто никаких мер не принял. Здесь хотят построить около школы и около, как говорится, дома. Опять нарушение строительных норм, экологических норм. Здесь более 40 деревьев растет. Куда это годится? Где у них глаза? Где у них понятия? Где их, как говорится, знания, которые должны обеспечивать нормальную жизнь для людей в Махале? Вот эти все объекты, которые были построены, они... Я вот хочу спросить. У вас кто-то спрашивал разрешение, что вот эти объекты должны были построены? Нет. Общественные исходы проводились? Собрания были? Нет. Вот вам, извините, пожалуйста, мнение народа, который сейчас в данный момент собрался и производит вот это вот общественное обращение к вам. Спасибо вот Мураду Максудову, который является правозащитником и блогером. Он приехал и помогает разобраться вот в таких конфликтных, кризисных ситуациях. Но он не всегда и не все может решить. Вы должны решать, уважаемые руководители государства, вы должны, кажется, принимать меры, чтобы вот такого напряжения не было, чтобы люди не возмущались и не мучились в конце концов. Вот Махалинский комитет построен на месте автостоянки. Где это видно, где это слыхано. Когда она строилась, я два-три раза подходил, говорю, покажите хоть один документ, который регламентирует данное строительство. Никто ничего не предъявил. Нет, его здесь не было. Мы тут три дня ночуем и живем практически. Мы все вот тут, я вообще там, нам бразура улегла своем тело. Так, товарищи, товарищи, сток, сток, сток. Давайте по одному, по одному, по одному. Давайте с другим. Братит. Подписывайтесь на канал. и люди еще приезжают саратом. Я говорю его, но я с вами сказал, он говорит, я не сделал ничего. Будьте уходить. Час из вас отстал이지. Просто поймите? Я переживаю, я хочу сделать. Я, я хочу сделать... Я хочу сделать это. Кто это делать? Сейчас я буду в этом. Кто это делать? Я могу сделать это? Я хочу сделать это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...